Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о погоде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В последние годы коневодство в Карачаево-Черкесии за ее пределами активно развивается, что радует людей, неравнодушных к лошадям. Но есть и вопросы, которые их беспокоят. В Малокарачаевском районе на территории Коян-Балки конезавода Карачаевский собрались люди, внесшие значимый вклад в сохранение и развитие карачаевской породы. Все подробности в репортаже Аллы Динаевой. Сегодня мы хотим задать вопросы нашему патриарху карачаевского коневодства, Калысгиреу Русову, которого, кстати, исполняется 80 лет на днях, о современном состоянии карачаевского коневодства и о проблемах, которые стоят в коневодстве, и о путях решения этой проблемы, чтобы породу, вернуть ее былую славу, былую породность и все те качества, которые у нее были прекрасны. Эти важные вопросы стали поводом собраться людям, неравнодушным к лошадям на конезаводе Карачаевский, открытом в 1930 году по инициативе Семена Буденного. В советское время здесь выращивали чистопоротных лошадей для кавалерии Красной Армии по гранвойск, поскольку лошади хорошо проявляли себя в длительных пробегах и в горных условиях. Готовили здесь этих грациозных животных и для спортивных нужд народного хозяйства, а также на экспорт. Известный и уважаемый в республике и за ее пределами человек Клычкири Урусов, который много лет занимался глубоким изучением карачаевской породы, приложил огромные усилия для восстановления ее статуса после забытия. Он является автором книг, имеющих большое значение как источник знаний об уникальной горной породе. Клычкирий Магомедович продолжает делиться с народом своими знаниями. Порода, конечно, характер, экстерьер, работоспособность, неотделимые друг от друга качества. Но тип, тип важнее всего. Тип. Надо бороться за сохранение типа. Если мы утратим тип, утратим породу на сегодняшний день, это проблема не нашей страны, не нашей породы. Во всем мире проблема утери чистопородных лошадей. Они ежегодно теряются. Все увлеклись чистокровными быстро скакать, высоко прыгать и крутиться вокруг ипподромов. А порода – это наследие предков. Оно несколькими поколениями создается, а потом тысячелетиями передается из поколений в поколение. Я в своем письме, я вам зачитаю сегодня, Путин написал, это как камень в горной реке обтачивается порода. Моя просьба, может быть, я последний раз обращаюсь к ним, к нашим каназаватчикам, любителям лошадей. А мы почему-то сегодня стесняемся своей породы, заводим рысаков, перекрывают этим рысаками, портят не только генотип, но и дело в том, что у нашей породы, которая родилась 2000 и выше, у него другая система кровоснабжения, другая система сухожильно-связочного аппарата. Другой, Халис Магомедович со мной спорил долгие годы, а теперь согласился. Другой образ мышления – это осторожная умная лошадь. Не нужно стремиться огромное количество достигать. Мне коробит, когда говорят, вот у него 200-300 каниматок. Зачем? Зачем? Ни одна порода, которая разводилась в табунах такими масштабами, никогда бы не была достойной. А халтикинцев – самая знаменитая порода в мире, самая древняя культурная порода в мире, она подворно разводилась. 5-7 голов, не больше. Но я не призываю к этому своих. Конечно, держите 100 голов, но там из 100 голов косяк один, чистопородных, карачаевских, которые можно было узнавать на расстоянии, что это именно карачаевская порода. Ключгири Уврусов привел пример, как нужно проводить селекционную работу, чтобы сохранить породу лошадей. И обратился к конникам не гнаться за поголовьем, а работать над качеством. Был такой богатырев, Давлетгири Ханукаевич, он заводчик дореволюционный. У него было 49 конематок. Он очень хотел сделать 50. Вы представляете, из ставки 49 жеребят 20 с лишним он, безусловно, получил кобылок. Вот из них он не мог отобрать одну для себя, чтобы пополнило его стадо. У той уши не такие, у этой глаза не такие, хвост не так держит. Вот это был настоящий селекционер. А не гнался за количеством. Поэтому призываю еще раз к качеству самосохранения. Мы, кавказцы, любим, в том числе карачаевцы, хвалиться, что мы любим древние традиции, бережем достояние предков. Так вот, если мы бережем достояние предков, надо беречь эту породу. Работа по охране и сохранению различных пород лошадей проводилась и проводится на государственном уровне. И президенту России Владимиру Путину Клычкири Урусов написал письмо с просьбой, которое зачитал и собравшимся. Один из важных моментов в сохранении пород это... Создать государственные, маленькие государственные самоокупаемые конные заводы. В том числе карачаевские. И прежде всего карачаевский конный завод, поскольку он самый древний. Клычкири Магомедович рассказывает, что в 90-х годах карачаевский конный завод хотели продать. Ну, слава Всевышнему, это им не удалось. Конзавод сохранился. И на сегодняшний день конзавод является государственной собственностью. Местного значения, но государственной собственностью. Я не верю частным конозаводчикам. Как я говорил, как в мире водится. Есть государственные конные заводы для охраны генофонда. Ну, в нашей стране, если этого нет, так давайте нам принимать все меры для того, чтобы сохранить свою породу. Которую нам удалось вернуть через 46 лет. И сегодня начали тут земли делить. Но на сегодня все это остановилось. Спасибо сегодняшнему главе карачаева Черкесии. Он, говорят, распорядился конный завод не трогать и его сохранить. Я хочу с ним встретиться, поговорить с ним на эту тему. Но, слава Богу, на сегодняшний день конзавод функционирует как государственная собственность. Коянбалка – это сердце конного завода. Раньше это было чистопородное отделение. Тут есть манеж для выводки лошадей. И здесь показали представители арабской породы, английской и карачаевской. А это красавец по кличке Бунчук. Один из типичных представителей карачаевской породы лошадей. Жеребец, четырехлетний жеребец Бунчук. Поводи его, покажи все стати. Вот такой должен быть элитный представитель карачаевской породы лошадей. Еще одна важная деталь. Те, у кого табуны лошадей, знают, наверное, это. Но если вы решили завести скакуна, то и кличку надо подбирать, учитывая некоторые тонкости. Первая буква клички должна совпадать с первой буквы его отца. Это не нарушалось до сих дней. Валерия Акинина окончила Ставропольский государственный аграрный университет по специальности ветеринария. С детства мечтала стать ветеринарным врачом и реализовала свою мечту. Достаточно тяжелая работа, ненормированный график. Если конюхи мне звонят, то и в выходные дни тоже мы приезжаем. Потому что животные болеют не по расписанию. Капельницы, инъекции. Диагноз иногда бывает сложно поставить. Человек пришел, рассказал, болит здесь и здесь. А животные не показывают, им просто плохо. И приходится выяснять, почему. Мы сдаем анализы. Анализы я отправляю в Москву, чтобы понять, что с ним. Это счастье, иметь возможность общаться с этими лошадьми. Вообще с любыми не важно. Маленькие, большие, породные, беспородные. Потому что это такие вот животные. Они все чувствуют, у них есть душа. И они очень красивые, вдохновляют. Очень красиво, когда я еду домой с работы. И наши табуны гуляют. Горы, красивый свет, лошади. Не из-за выбранной профессии? Нет. Мне понравилось, что здесь много просторов для лошадей. Для того, чтобы они отдыхали. Для того, чтобы они работали. Здесь есть специальные дорожки. Моционятся лошади. Для них это удовольствие, конечно. Самое главное, что лошадь должна двигаться. Владимир Кулаковский – председатель наблюдательного совета Ассоциации развития коневодства в России. И актуальные вопросы коневодства Владимир Викторович знает очень хорошо. Я считаю, что у русов правильно ставят вопрос. Потому что коневодство – это часть культуры народа. Все обычаи всех народов, так или иначе, связаны с лошадью. Потому что в 20 век человечество выехало на спине лошади. И наше государство, правильно дело, тратит большие деньги на сохранение, допустим, Третьяковской галереи, Русский музей, Эрмитаж. Кроме того, что на содержание, еще выделяя деньги на пополнение фондов, Потому что это национальное достояние. Точно так же карачаевская порода, и не только карачаевская, Якутская, Донская и другие породы являются национальным достоянием. И, вне всякого сомнения, они должны охраняться государством. Охраняться государством они могут только в государственных конных заводах. Что ни в коем случае не должно мешать частникам заниматься разведением любой породы лошадей. И их нужно к этому стимулировать. Но конные заводы, как ядро племенное, я считаю, должны быть у каждой породы, Которая есть на территории Российской Федерации. И чем больше наций у людей, тем краше становится букет, так сказать, полевой. И чем больше будет пород лошадей, тем лучше для людей, тем лучше для всех нас. Сейчас на конне-заводе Карачаевске проведены ремонтные работы по восстановлению манежа. Планов еще по благоустройству много, и они постепенно реализовываются. Директор конного завода Хусейн Каракетов рассказывает, Что коллектив хороший, и они профессионалы своего дела. И задача перед нами всеми стоит очень ответственная и важная. Делится он. Сохранит Карачаевский конзавод и карачаевскую породу лошадей. У нас в республике, дай бог им всем здоровья, есть профессиональные, хорошие конники, которые занимаются помимо конзавода сохранением, разведением, сохранением карачаевской породы лошадей. Много говорили в этот день об основных положениях, которые можно было применять, чтобы порода сохранилась, и ее приумножали. И на правительственном уровне обратили особое внимание, и была разработана специальная программа Минсельхозам республики. Надо создать на правительственном уровне меры развития и поддержки карачаевского коневодства. Всех, кто занимается табунным коневодством, и да, и культурным коневодством, чтобы из этой программы была поддержка целевая. Тогда, конечно, будет на другом уровне развитие. И так, благодаря только энтузиазму и любителям, так сказать, коневодов и коневладельцев, порода сохранилась и приумножается. Она сейчас, видите, и восхождение трижды на Эльбрус, и выводки, выставки проводятся. Это хорошее мероприятие. Но надо придать ему государственный, так сказать, стратегический какой-то окрас. Конезаводчик Виктор Хмара – потомственный казак. Он внук атамана Станицы Бургустанской, а отец Виктора Иван еще до начала Великой Отечественной войны работал табунщиком на конном заводе Карачаевский. У меня много лошадей, и в том числе есть еще карачаевские лошади. Ну, это как бы любимая лошадь. И я его назвал, я же из старинного казачьего рода, я назвал эту лошадь в память о моем отце. Отец у меня до войны тоже работал здесь табунщиком, в этом конезаводе. Да, потом ушел, когда в 1939 году ушел на фронт, все, потом уже пришел с ранениями, уже было не до этого всего. А так в память, потому что у него была такая любимая лошадь, он мне об этом рассказывал. И поэтому, когда я завел именно карачаевскую лошадь, я ее назвал так. Потому что он тоже рос на этой породе, занимался этой породой, и поэтому ни одну арабскую лошадь я не назвал, так и не халтикинскую. А именно я ждал карачаевского жеребца, когда я приобрету хорошего жеребца, воспитаю, и вот так его поэтому назвал. Лучкири Урусов говорит, что с приходом сюда нового директора на конезаводе Карачаевске видны позитивные изменения. Сейчас основные табуны конезавода в горах. Позже хочу посмотреть и по голове, рассказывает он. А если вы любите разводить этих благородных животных, то стремитесь к сохранению типа породы лошади. Ведь надо выбирать и сохранять лучшее. Прилетие крови несколько улучшает. Но это ближайший, самый короткий путь к кончине породы. Только в нашем регионе за 20 век мы лишились двух пород. Это азово-черноморскую породу и ногайскую породу. Великую и знаменитую ногайскую породу лошадей. Сейчас к этому идем мы с Карачаевской породой, с Кабардинской породой, с Донской породой и так далее. Алла Дзинаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Малокарачевский район. Наши сегодняшние гости – солистка государственного ансамбля танца Карачаева-Черкесия «Эльбрус». Не просто одаренная танцовщица и хореограф. Она обладает удивительным талантом украсить любой танец своим фирменным па. Мадина Узденова не просто танцует в главном ансамбле республики, но и преподает свое мастерство подрастающему поколению. О том, чем увлекается еще эта талантливая девушка в эти минуты в нашей студии, она расскажет моей соведущей Белле Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Мадина. Здравствуйте. Рада знакомству с тобой. Ты знаешь, вот про тебя мне рассказал один наш общезнакомый, администратор «Эльбруса» Рустам Тамбиев. Он говорит, ты знаешь, вот есть такая девушка-танцовщица. Она не просто вот танцует, она трюкачка. Пожалуйста, расскажите про нее. И мне стало так интересно познакомиться, посмотреть вот это все. К сожалению, у нас этого нет в «Эльбрусе», в фонде, чтобы вот людям показать, как ты это делаешь. Вообще вот поводом для знакомства с тобой стало то, что ты не просто танцуешь, ты делаешь какие-то трюки. И я поняла, что они называются «верчения». Вот как ты этому научилась, как это происходит, что это такое? Расскажи, пожалуйста. Ну, это у нас уже с детства пошло. Как сказать, с детства. В школе у нас преподаватель нас не отпускал, пока мы свои трюки какие-то не доделаем. Если у нас что-то не получается во время урока, он нас заставлял оставаться. Это все репетировать, репетировать, репетировать. И пока у нас голова не закружится, пока нам плохо не становилось, мы не выходили, наверное. Будучи детьми, мы как-то, не как-то, а в доброй этой форме, в общем, соревновались. У кого лучше получится, чтобы у меня получилось кого-то хуже, почему я нет такой… В такого мыслях не было. У меня должно лучше, лучше и лучше получаться. Я должна с гордо поднятой головой выходить в зал. Если у меня что-то не получается, значит, я остаюсь. По крайней мере, у нас в классе было так. Наверное, из этого пошло. То есть вот так крутишься, правильно? Да, это верчение на месте, верчение по кругу. Это уже и там, и там, в общем, успеваем. Сказать, что трюкач, это, наверное, громко слишком сказано. Просто увидели потенциал, заметили это вовремя и начали во мне это развивать. Сейчас ты не просто солистка госансамбля Эльбрус, ты еще и преподаватель. Да. С танцами ты занимаешься прямо с самого раннего детства. Значит ли это, что ты больше выбираешь все-таки преподавательскую деятельность? Нет, я как отношусь и к преподавательской, так и отношусь к артистической, потому что, в общем, нет для меня разницы в плане, что-то мне дороже, что-то мне не да нет. Мне обе профессии дороги. Нравятся одинаково? Да. Удается совмещать? Да, конечно, удается. По крайней мере, на сегодняшний день, да. Что касается вообще танцев, я знаю, что ты исполняешь все, кроме бальных танцев. Вот из того, что ты исполняешь, что тебе больше всего нравится? Вот есть у тебя какой-то любимый свой фирменный танец, который ты просто исполняешь с особой душой? Ну, близки, конечно же, так как мы все-таки с Северного Кавказа. Близки, конечно, кавказские танцы, больше всего национальные. И плюс свое, то есть это все, допустим, не задумываясь ни о чем. Это единственное, наверное, на концерте время, которое отключаешься от всяких других каких-то посторонних мыслей. И что-то в голове же вечно крутится на протяжении всего дня. Вот надо туда успеть, надо это сделать, надо что-то сделать. В общем, вот это единственная, наверное, пару таких моментов, где можно ни о чем не думать. Это один из этих моментов – это танцы. Если бы ты не стала танцовщицей, мне кажется, ты бы стала прекрасным моделиром, это я говорю к тому, что ты шьешь, вышиваешь какие-то узоры на национальные платья. Ты для своих нарядов артистических, костюмных, сценических что-то придумываешь? Ну, не так давно для меня это стало хобби. Мне очень стало это интересно, почему такой орнамент у этого народа, почему орнамент у нашего народа. Как-то стала это изучать, мне это понравилось, это все-таки красиво. И начала потихоньку дома пробовать. Там посмотрю, тут посмотрю, нет, к концертным платьям или вообще к платьям пока отношения никакого не имею, но хочу что-то попробовать себе в этой сфере. Я желаю тебе дальнейших успехов в твоей карьере и артистической, и сценической, и преподавательской. И, надеюсь, в скором времени мы увидим твои фирменные трюки, хоть тебе и не нравится это слово, увидим твои танцы. Спасибо тебе, Магина. Спасибо большое. Спасибо. Очень рада знакомству. Я тоже. Спасибо. Спасибо. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов. Но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» с ведущим Русланом Джукаевым. Хорошего продолжения дня. До встречи. В эфире Радио России. Карачаево-Черкесия. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны. Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах.